хотели видеть меня вот он я те же тает и выходит есть такое дело всем привет друзья поздравляем вас новым годом это первое наше видео в этом новом году поздравляем вас желаем счастья здоровья и сейчас руслан нам будет рассказывать одну очень историю поучительную и самое главное новогоднюю историю годнюю так всех с новым годом еще раз почему вспомнил историю на новой годы да была такая тема там и вот я вспомнил историю предновогоднюю это еще было там в тюря и в употреблении не хочу поведать вам ее сейчас я умею поведаю все как было все как было на отлично друзья к еще раз вас с новым годом по этому поводу вспомнил одну историю которая происходила опять же в одном из моих лагерей я был еще молод употреблял все что употребляется но почему я это вспомнил было недавно поздравление и я вот вспоминаю как мы в лагере на санчасти встречаем новый год тут короче штампу маячит блин братан иди забирай дела короче там было из в первой тройке из лагеря не будем упоминать имена вот круче он бежит куда ему надо вот он подбегает под локалку зовет легавых никого не матом а кто-то ему круче то есть через локалку короче зима холодно мороз там это ну вот он понимает что сейчас могут этот движ короче или то или электричка паровоз этот разъехаться короче мимо мимо косы ну хотя один из уже не должно такого быть но вот у него же за он так любил просто я вам объясню наркотики больше наверное чем себя короче он не жалел себя он отдавал себя всего но там на аллее на линде аллея 100 метровка кто знает этот лагерь его уже развезли там такие были в локалках в самих заборах от в локалках были такие отверстия квадратненькие для того чтобы обиженные когда убирали по утреннюю мусор этот выкидывали там подогняли тачку или что-то еще но они его выбрасывали в эту а подавали с этими урнами столетной бумагой там короче но все во мне вот это канитель они его подавали и вот в эти отверстия да там были такие форточки типа закрывались они короче чем думает блин так у колодца круче мать его так давайте его придумаем погоняло как его называли потом пупсик вот и мы будем его называть пупсик вот короче пупсик маячит лягавых лягавые сидят на хмыре у них с хмыря там они грелись там да они видят по 100 метровки по линде да нахер ты нам срался но он же себе на келише сейчас поколит все короче на реке эти потом качаю выясняю все одно а как на кумары качать выяснять что он делает воде обиженные высыпали вот по утраме эти урночки он лежит туда короче открывает подымает лючек такой лючок типа а там туалетная бумага в гамне он туда короче вылазит в локалке там естественно касаются пацаны именно в локалке ему это это ты попутал вася но за наркоты а то уже но ты посмотри на свою спину что там и может у тебя туалетка за мной прилипла на спину и на на курточку куб куда это лес именно он да не это у вас я за запретом лесу но так он даже не запрет продал блин лес специально ну запрещаешь не контактится вот и я там лягавые все дела там но надо чтобы запрет был на руках ну ему это круче ты гонишь пупсик ну и с этого момента его начали называть пупсик он там пошел что-то короче корточку выбросил мне новую пронесут но дело же не в том уже форма чинулся да именно кантаря поймал туалетную бумагу во мне именно ну как это но на спину до штемп такой вроде весен при памяти в ролях там но и тут бумага вам не пролетела на спину и на но как-то уже не получается что-то да ну я вам о том что наркотики играет когда ты в системе особенно в местах лишения свободы немаловажную роль некоторых убивают ну это опять же администрация продумают все эти моменты но дело не в том каждому свое да этот штемп же все это понимает лезет туда нормальные люди заходят через калитку платят там лягавому 10 гривен на то время или пачку пролубь дает лягавая такого куша не то что тебя открывает локалку он тебе будет под локалка стоять ждать и вызовет тебе обиженных ребят тебя именно будь на тачке вести еще до калитки до твоей плате надо вот что ему дают передать и ловят переброс это все перед новым годом ловят переброс ну дают ему там короче определенное количество кубов типа пупсик на пихони короче в стакан там сейчас передай короче он пацаны да вы чё роните да я сейчас передам ну и короче приходит там какой-то пять минут потому что там ждать не буду там сразу на телефон выпрыгнут там ну где да мы подожди передали в стакане должен человек стоять давайте угоните я в стакане вам набираю никого нету с вашей локалки как нету ну щас вы приходит первые пацаны лагера заходят через умывальник смотрят штемп пупсик стоит на умывальник уже с нефты не может расклеить добавляет водички передавали десятку уделить внимание уж темпа уже 12 и штемп обузованный был на хоре и штемп вообще именно лыка связать не может короче но ему выносят ломают челюсть ему дали передать думай на кумары как такой может быть я на хоре передаю дела но он естественно зашел там фишки уколол свои два на двушку перелил короче 12 получилось уж темпа и плюс он набузованный хотя он но все понимали что на хоре вида ему там думали типа ты передай вася мы тебя уже потом раскумариваем тогда а тут заходят штемп гонит беса на умывальнике перед зеркалом еще и набрал 12 ну короче штемпу именно челюсть поломана ребра там нормально победы отправляют на санчасть он на санчасть естественно то чуть-то несправедливо что за херня меня клацнули вот такие то такие штемпы вообще беспредельщики ну звонят же ж на локалке с этими людьми общаются вы еще гоните нам поломали штемпу не зафиг смысле подожди тормози проходят пупсик что-то тебя не зашло а погнали малой на локалку побеседуем делаю штемпу а санчасти бы на санчасти же нельзя удерживать его на локалку мы беспредельщики еще раз добавили что штемпу на носилках пронесли короче на санчасть вообще именно но с тех пор он сказал хорошо раз вы так я стану конченым мусором идет он на вахту работать обиделся идет он на вахту работать но обратился к мусорам они его короче выстраивать шнурём вахты ну шнур вахты это постоянно на вахте сидит там по первому требую мусора там чуешь кофе чуешь там ну да чуть ли не в бери короче сбегай мне того позовы злокалка сбегай мне того под маяч да он и вызывает ну все когда шмон в лагере происходит обшему ну это на то время ну скажу вам так 10 лет назад это был десятый год 10 лет назад туда появлялись такие трубы сейчас они конечно стоит 100 рублей на базарный день самолет я помню не помню модель самсунг такой зеркальным экраном это был вообще хит когда его тушишь понял зеркальный экран это был ну короче я знаю помню что уж тем пока да он появился через полчаса у него его отмели именно сразу он даже не успел сказать ой набежала полная этого палата легавых прошмонали выбили все он пыхнул на телефон он ходил короче я думал он повесятся если честно я думал он повесятся от этого нож у него уплыл телефон ну а делаешь перед новым годом но там упаковывали со всего лагеря крутые телефоны опечатывали в конверты для управы потому что проезжал опера отчитывались докладах что мы там работа ведем да обшмонали столько-то телефонов таких-то таких-то ну и вот перед новым годом проезжают с департамента оперативники его это первого тогда бы забыл такой вонючка яхно но дело же не в том они им о проделанной работе открывают сейфики а там да пакеты эти с печатями открывают а там досточка размером под мобильный телефон ну и на каждой досочке разные названия samsung galaxy вот nokia люмия вот или еще какая-то там канитель леново ну к примеру да там или этот я помню фуфловый телефон был самый дорогой как он верту верту тоже китайский верту всплыл но ляговой за ним белый но 8 0 всего но нашли его никогда дупле астралили что китай никер не надо было ну поделаешь нефтон на досочка вот эти названия еще что кто-то написал красиво samsung galaxy там пол леново там под модель люмия там пол тут оперу оперу я не понял что за таки такой может быть начинают вычислять кто работает на вахте там их три человека начинают наручниками в кабинете простил и в этом противо короче гасить начинают нормально в оконцовке выяснилось пупсик что им просто оттуда экспроприировал телефон он уже знал чей-то телефон на какой локалке аж манале бежал туда матишка вот тебе твое деловье дай мне под колодца ему давали естественно под колодца естественно когда его начали клепать легавые он всех так слил красиво именно у кого они эти телефон ну короче пупсику сказали мэль жопу его там народили в это связи с этими аферами в сто пачек сигарет но дело не в том короче ли там на санчасти он еще на вы на приключение но дело не в том менты понимают живая но ему жизни не дадут на таком лагере его это проколпашет его надо вывозить когда его вывозят его садят в тройник в тройнике он заезжает да пацаны я с такого-то такого-то лагера и отдая там такой вы чё лоните в тройнике 3 доходя и каких-то там он им рассказывает но он рассказывал так что поверьте дата но не каждый из первой тройки расскажет как он рассказывал он рассказывает ему отдают все общаковые дела хоть не ну хоть не это четыре человека там ему дают запрет заказывает его на этап запрет ходит а ну наркотики допустим камерные ему дают там пасочку сбить так как он же про ролях пацан но про память и но отдает же мой бабки круче шон чудит заказывает его там через тройку дней на этап подбуживает штампа там он делает сменку пустые пасочки пульку делает лепитом торпеду вместо денег там закатывает кусок тетрадного листа но в пульке же он запаял если если никто же проверять на сразу не будет ну вот он подбудил там штампу и 2 меня заказали там не буди никому но не надо я тихонько вывалю да и все пихает этому штампу и там проснется штампу ответчик отдашь ему на добро тот же спросонья этом подушку вкинул хорошо дальше спать все он валит там проходит какое-то время распечатывает пасочку день и там кукла кукла мукла естественно вот вечерка но недоумение как-то так ну отмаячивает его короче там не потягивают для узнают куда он панал панал он на буч на бучу на отзванет он сидит на карантине там прожить нормально с бабками там подкалывается нормально звонят же людям такой-то такой-то к вам прибыл подмотал там общаковой хоть не и дела там прошли он луканулся что он уже этого ждал что к нему пройдут скоро гости и он чем побольше делал прокалывает и прокалывает думать то ладно потом как-то разберусь но бучлак оказался не тот лая короче его забили он побежал это ну бучлаковцы помнят да когда выходишь на промку там домик такой петушины но петухи там были жили когда утром промка выходит на промку выходит лагерь жил зона они вот у ворота открывали ждали пока их закроют вечером также сама там стоял петушины этот домик курятник круче пупсика этот долбаный выгнал петухов и сам там жил но прокиньте но он еще не был петухом но по сути он чтоб спрятаться туда чтобы его не били в лагере он спрятался туда повыгонял петухов петухи тому же на него тоже злобу затаили думали сука ты только занять к нам ну они уже мечтали об этом они уже ему или даже вот я помню промка выходит и кто там за делами свои вопросы порешат не они там качали ему братан блять петухи качатым братан ты когда уже к нам официально переедешь но понимаете о чем я вообще он так просто любил наркотик но блин это смех игрок да ну вот так вот человек блин за ну реально за 5 за 10 кубов по сути себя загнал сам в гарем то есть его не люди загоняли он себя сюда туда сам загнал чтобы его не трогали но чтобы на него за уже закрыли глаза ну петух ну что ты с петуха по сути возьмешь те даже впадали от него блять контактится об этого петуха ну да что ему два раза с носом в голову ты в по сути от этого ничего не выиграешь тебе впадали петуха но именно ну как-то иметь дела даже как каким-то с петухом ладно если там петух там крутит винт затягивает какой-то наркотик ну ну затянуть через петуха еще хер с ним ну а когда ты бежишь к петухам уже жить на ихнее место ну кто ты по сути тогда вот такая вот новогодняя история поэтому друзья не опускайтесь так низко чтобы не жить в петушатнике не загнанными людьми ну так